о любви божьей бог есть любовь он добрый нежный и заботящийся отец и готов дать все имейте простоту веры верьте и вы все получите бог это любовь и когда любовь входит в душу она разливается в ней абсолютным добром и человек вкушает плоды духа покой здоровье любовь радость и благоденствие любовь это имя бога это сам бог это энергия бога позволяя любви течь через нас мы творим добро во внешнем мире творим жизнь гармонию покой и совершенства божий рай находится в самой глубине нашей души и там растет древо жизни а любовь это самый ценный совершенный и животворящий из его плодов бог благ и источник всех благ он любовь а любовь никого не судит и в ней нет зла вы драгоценные сосуды где место жительства бога если в наших мыслях о других людях нет любви то эти мысли не от бога и они приносят вред нам самим они не тому о ком мы плохо думаем если мы любим мы не можем не отдавать а отдавать значит получать в этом и состоит закон любви отдавая мы приводим в действие непогрешимый закон око за око или мера за меру воздаяние не избежать и все что вы отдаете возвращается к вам старицей в евангелии от луки говорится давайте и дастся вам мерою доброю утрясеною нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лона ваши обычно люди начинают обращаться к богу когда жизнь становится несносно не хватает мужества и отваги для решения житейских проблем при болезни или боязни чего-либо и задают себе вопрос как бог допустил того что рождаются дети инвалиды и создают себе псевдо бога то есть идола злобного коварного несправедливого и стараются его задобрить так и проживают краткую земную жизнь в болоте невежества и предрассудков но на развитие плода оказывает влияние и пища и духовное воздействие и обращение к богу который любовь любовь вечная бесконечная и неизменная ведет к преображению человека болезни в здоровье безобразие в красоту у некоторых из вас не хватает мужества и отваги для решения житейских проблем и вы стесняетесь обратиться к богу хотя он окружает вас своей неистребимой любовью и вам нечего бояться не сказал ли он прежде нежели они вас зовут я отвечу они еще будут говорить и я уже услышу смело подходите к этому престолу милосердия и обращайтесь к нему с молитвой понимающий веры сознавая что вам всегда окажут необходимую помощь и не сомневайтесь просите и вам не откажут бог прост а для вас все возможно все доступно и все для вас есть обращайтесь к нему у вас завет с ним что вы будете к нему обращаться а он будет исполнять ваши прошения откройте новый завет и прочтите что сказал апостол павел в первом послании коринфянам глава 13 где под словом любовь он подразумевает милосердие вспомните царя соломона в одну из ночей он настолько облагородил свою лучезарную любовь что стал простить не для себя а для других он несказанно разбогател и вдобавок к этому получил жизнь и почести о которых не смел просить он признал мудрость любви и любовь перенесла ему несметное богатство даже сосуды для питьевой воды у соломона были из чистого золота и сделал царь серебро в иерусалиме равноценным с простыми камнями третья книга царств бог сошел на землю чтобы и мы стали богами и нужно к этому стремиться творите и получайте как внутреннее так и внешнее царство небесное внутри вас есть но иногда вы забываете что бог всемогущ и сильнее всего храните мир в душе выполняйте одиннадцатую заповедь которая гласит всегда радуйтесь и господь будет посылать вам все то о чем вы его просите и и и и и и и и и